Днем лекции, чемпионат самодельных летательных аппаратов, встреча с вип-гостями, а вечером насыщенные культурные и спортивные программы. Участники седьмого международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» встретили экватор. 43 страны, 1237 участников. Все это на территории спортивно-оздоровительного лагеря Технического университета Садовка, где проходит форум. Накануне палаточный лагерь посетил депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Ульяновская территория – наилучшая территория в 2018 году для форума «Инженеры будущего». Мы благодарны и Сергею Ивановичу Морозову, который оказал всю необходимую поддержку, но также мы благодарим и Смекалина Александровича, председателя правительства, который смог воплотить те указания губернатора в реальный проект, который, на мой взгляд, сейчас на экваторе форума выглядит как вполне успешно. Федеральный гость приехал не один. В сопровождении с председателем партии «Альтернатива для Германии» Йоргом Мойтеном они ознакомились с территорией и правилами лагеря. А после в формате круглого стола пообщались с участниками и ответили на их вопросы. Не отпустили гостей слушателей и после лекции с ними фотографировались, задавали вопросы не на камеру и дарили подарки. Например, участник делегации из Иркутской области подарил немецкому политику именную кепку. Насколько мне известно, подобных форумов не организуется в Германии. И, естественно, это очень хорошая идея, чтобы смогли пригласить молодых людей не только с одной стороны, но и также из многих других стран. Это действительно хорошая идея, то, что вы ее делаете. И, возможно, мне придется перенять эту идею для того, чтобы нечто подобное организовать в Германии. Это очень необычно. Инженеры будущего – это прекрасная возможность презентовать свою работу. Ежедневно участники форума защищают свои проекты. Лучшие поддержат грандами фонда «Росмолодежь». В начинаниях помогут частные коммерческие предприятия. Я до этого не принимал участия именно в таком формате. В основном это были научные конференции, которые проводятся камерально, а таких мероприятий на свежем воздухе не было. Но в целом мне очень нравится. Я считаю, что это правильное решение проводить именно в таком формате, не в виде научной конференции, а на чистом воздухе, на природе, где у участников есть еще дополнительная культурная программа. Это первый форум в моей жизни, поэтому я безумно рада, что сюда поехала. Это море веселья, просто буря эмоций. Все очень здорово и нам все понравилось. Я учу на радиотехническом факультете специальности инфро-коммуникационной технологии системы СИВИАС. И сюда приехал, чтобы познакомиться с новыми людьми, учить новые темы и тоже как нетворкинг с специалистами. Закрытие седьмого международного форума молодых инженеров состоится 19 июля. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова